Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире снова программа «Попутчик». Меня зовут Сева Кущинский. Мы продолжаем работать на выезде на стенде телеканала «Автоплюс», который расположен на выставке «Олдтаймер» галерея Ильи Сорокина. Сегодня у нас довольно необычный главный герой программы. Я бы сказал, символ довольно большого периода советской эпохи – легендарный автомобиль «Волга» ГАЗ-24. Друзья мои, сегодня в нашей студии гость, который имеет непосредственное отношение к созданию этого автомобиля – Владимир Борисович Реутов, ведущий конструктор ГАЗ-24. Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Владимир Борисович, если я ничего не путаю, то работы по созданию этого автомобиля начались в 1961 году. Ну, в 1961 году уже более плотно приступили к работе по этому автомобилю. А предварительные работы по ГАЗ-24 начались еще в 1959 году. Ну, два года раньше. А в 1961 уже были первые макеты из пластилина? Да. Я пришел на Горьковский автозавод, в конструкторский экспериментальный отдел, это конструкторская служба ГАЗа в то время, в 1959 году, после окончания Горьковского политика. И в это же время, в ведущий конструктор в то время, Волги 21, Евзоров Александр Михайлович, и он же стал компоновать первые наброски ГАЗ-24. В конце 50-х годов именно в это время стало понятно, что 21-я машина, хотя и очень нравилась потребителям. Зарекомендовала себя, но уже немножко устарела. Зарекомендовала себя, но она устарела, вы правильно сказали. Поэтому обобщали данные по мировому автопрому, обобщали данные по замечанию эксплуатации. Ведь, ну, в то время этого не было понятия, но вообще говоря, создание нового автомобиля начинается с маркетинга. Исследование рынка. Исследование рынка, и чего не устраивает в старом продукте автомобиль, и какой новый продукт должен быть. Что не устраивало в 21-й, и куда были обращены ваши взоры? Да, да. Вот поэтому начались первые наброски автомобиля, первые компоновки этого автомобиля. Я частично участвую в этих компоновках в 59-м году. У меня в это время была другая работа. Я делал на 21-ю Волгу правое рулевое управление. Для экспортных вариантов? Для экспорта в страны с левостороннего движения. Это, так сказать, моя была первая работа. Ну, видимо, она была успешной, потому что машина была освоена и выпускалась. И именно, наверное, благодаря этому успеху вам предложили заниматься разработкой ГАЗ-24? Да нет, это было бы неизбежно, поскольку я попал в эту группу. На ваше счастье. На это счастье. Меня пригласил на эту работу Невзоров Лесар Михайлович. И я начал заниматься постепенно автомобилем ГАЗ-24. Я занимался компоновкой автомобиля на Пуазе. Пуаз 2 на 3 метра деревянной вертикальной, на которой натянут ватман. И в масштабе 1 к 2 я наносил агрегаты, увязывал их между собой. И давал данные УЗВИКам о создании машины. Все гладко шло. Страшно было вообще браться? Страшно было браться. Я не могу сказать, что все гладко. В любом деле, в том числе проектированном автомобиле, очень много негладких мест. И многие варианты приходилось отвергать, переходить на другие варианты. Но, тем не менее, вот именно в 61-м году основная компоновка машины была закончена. И смогли выдать данные для разработки пустелинных макетов. То есть пустелинный макет, он же не на пустом месте делался. Он должен делаться уже по габаритам, базе, посадке, реальной компоновке. Вот в 61-м году приступили к такой работе. Дальше что происходило? Что в 21-м машине не устраивало. Да, что не устраивало. Значит, ну, у нее был уже несовременный внешний. Это весь спорный, дизайн устарел. Она устарела. Хотя она очень многим нравилась и после появления 24-й. Но, тем не менее, она устарела. Мы это понимаем. Вторая вещь. Нам надо было все-таки сделать более удобную посадку. Мы считали, что в 21-м она немножко устарела. Для этого мы увеличили базу автомобиля. Из 2-700 до 2-800. Дальше очень большое внимание мы уделили снижению трудоемкости обслуживания. Была введена шкварневая система? Не только шкварневая. Была введена подвеска на резиновых птулках. Рессоры с пластмассовыми складочками. Под линейкой коробки передач, которая не требовала шарнира одного. Промо-пору исключили. То есть много этих вещей, которые примерно в три раза позволили снижению трудоемкости обслуживания. 24-й был. В целом 24. Говорят, что вообще «Волга-Газ-24» была такая корнями из американской традиции. Вы как к этому относитесь? Я не отношусь к тому, что эта машина собрана с какой-то. Но, безусловно, мы все-таки больше рейтили на американские машины. Ну, вообще-то мы выросли из «Форда Т». Так, «Форд А», «Газ-А» и «Газ-2» — это все «Форды». И, кроме того, «Волга» всегда проектируется как служебная машина, в первую очередь. Это машина для госучреждений, ну, для экспорта и для такси. Для таксопарка, да. То есть мы должны были сделать достаточно большую машину, вместительную, надежную и добротную, то есть которая должна была долго ходить с минимальным уходом и с минимальным полом. Вот примерно концепция, которую мы закладывали в создании «Газ-2» человека. Который в «21» мы уже не могли изменить «21» так, чтобы эти тенденции выплатить в них. Поэтому было принято решение о создании нового машина. Что, по-вашему, было самым сложным? Какие технические особенности проекта, которые не удавались сразу? Вы знаете, что опыт «21» машины научил нас, что надо делать, учитывать все модификации сразу. Ну, я уже о правом руле говорил. Да. Мы ее учли. Универсал. «21». «22» универсал был. Значит, мы должны были делать «Волгу» универсал. «24». Санитарный автомобиль. Дальше мы должны были учитывать двигатель, который в то время разрабатывал «В-6». И сейчас об этом можно говорить. Двигатель «В-80», который был на «21» машине в виде «23». Вот эти все двигатели надо было предусмотреть, чтобы с минимальными переделками, с минимальной кровью, как мы говорили, можно было поставить любой день. Это значительно усложняла задача. И коробки передачи. Старая трехстрассная, новая четырехстрассная. Четырехстрассная. И автоматическая коробка для 80-силиндров лимита. Вот это все надо было сделать в одной машине, чтобы можно было сделать минимальным малой кровью. Это очень усложняло, безусловно, компоновку автомобиля, разработку всех его элементов. Я не могу сказать, что все машины абсолютно легко переделывали. Но тем не менее, эти переделки были минимальными. Вот правая роль, если вы обратите внимание на панель приборов КАС-24. Она симметричная. Место перчатки можно поставить. Комбинацию приборов. Вот, это один из примеров. А такие были еще. Кроме этого, большая борьба шла, идеологическая борьба в смысле кузова. Нужно было сделать машину более надежную, с менее низким центром тяжести. По кузову мы сразу приняли решение понизить высоту машины, то есть понизить центр тяжести машины, безусловно. Но сразу было принято решение, две группы стилистов разрабатывали внешний вид машины на конкурсной основе. То есть и в результате был выбор более оптимальный вариант. И еще при создании машины, при создании внешнего вида машины, мы очень осторожно относились к созданию модного оформления машины, модного вида машины. Мы достаточно консервативно, редко меняем модели. И чем моднее машина, тем она быстрее инстрирует. Понимаете? Поэтому 24-я оставалась не очень модной машиной, но ее дизайн до... Был узнаваем, любим. Любим, и он оставался, не выглядел чужеродным пятном на общем фоне. Вот это удалось благодаря сравнительно скромным архитектурным формам машины. Ну, вы знаете, вот для людей моего поколения, которые не застали, в общем, 21-ю Волгу, я видел только на фотографии, когда женились мои родители. А Волга 24-я, это уже у меня у мальчугана было... Я сидел за баранкой, крутился, вольственно, мечтал о машине. И понимал, что это... Она мечта, конечно. Мечта. С одной стороны, это символ достатка, с другой, какой-то статусности. Дежурно. Скажите, пожалуйста, вот прошли эти годы, довольно много. Вам эта машина до сих пор нравится? Конечно. Я ее с удовольствием вспоминаю, я ее имел. Правда, не 24-я, а 24-10. У меня была своя машина. Я с удовольствием вспоминаю, что она меня никогда не подводила. Она могла ездить с очень большой нагрузкой. Я мог лезть в грязь. То есть то, чего я сейчас не вижу в современных, ну, основных автомобилях, ряковых, седанах, они стали чисто шоссейные автомобили. Я не говорю о джипах. Это уже другой класс автомобиля. Волга была обычный семейный седан. Так вот, современный седан, то, что Волге было позволено, они этого не выбирали. И все-таки, есть какие-то детали, которые, может быть, спустя ваш богатый опыт, вы хотели бы тогда, если была бы такая возможность, доработать или немножко сделать по-другому? Ну, в принципе, мы это сделали на следующих поколениях машин. На 31-й. Жить ведь не останавливается. Даже обычная машина, она живет постоянной жизнью, постоянно в нее носятся изменения. Ежедневно. Маленькие, большие изменения. Какие-то новые уплотнения, какие-то новые материалы. И на Волге, на 24-й, тоже очень много было. И большой шаг был, когда сделали 24-10. У нас уже был опыт создания 3102. Мы рассчитывали, что она заменит полностью Волгу. Так. Но высокие круги решили, что нужно оставить промежуточную машину между «Чайкой» и «24». Даже, по крайней мере, по дизайну, чтобы было привычно. Чтобы, так сказать, выделять определенный, ну, класс потребителя. И осталось 3102. Но мы с 3102-24 применили то, что нам бы хотелось очень применить в Волге. Появились новые радиальные шины. Очень долговечные. Хорошее держание дороги, управляемая машина в Бавлии. Появились новые сиденья удобные. Появились новые замки дверей. То есть вот какие-то вещи с 3102 мы в Волгу 24-ю, базовую машину. Мы внесли, она еще очень долго служила. Мы ее немножко омолодили. Вот такие приемы, то есть, использовали. Ну, а потом с появлением нового двигателя, заводовского моторного завода, 46-го, пыльского двигателя, мы стали 24-й оснащать, там, часть программы стали оснащать этим двигателем. То есть он существенно повысил динамический качество автомобиля, экономику. То есть, постоянно в этой машине что-то менялось. Появилось обогреваемое заднее степень. Это удобно. То есть вот такие элементы. Появилось удобное управление стеклоучитетами, стеклоумывателями на руле. Все это мелочи, но они постепенно в машине внедрялись, они повышали ее, как квас. Появилась закрытая система охлаждения с антифризом. Тут нам помог освоение ваз, освоил антифриз. Появились эти тасовы, низко замерзать. Мы внедрили это на Волгу. Это тоже существенно повысило удобство пользования машины. Не надо сливать воду. Вот поэтому машину постоянно по мелочам или большой степени обдавляли. Изменялось? И вы в этом имели, к этому имели непосредственное отношение? Я не могу это отнести полностью на свой счет, потому что это очень большой коллектив работает. Это конструктороз в веке, это испытатели, это экспериментальщики. Все совместно они работают над этой задачей. И, конечно, эту задачу вовремя-то восправляет главный конструктор завода. А наша задача, ну, эту линию проводить, которую мы считаем необходимой. И с главным конструктором наносить ее до всех участников этой работы. Вот так. Со всеми остальными участниками мы пообщаемся чуть позже. А напоминаю, что у нас в гостях был Владимир Борисович Реутов, ведущий конструктор Волги ГАЗ-24. Не переключайтесь, мы с вами увидимся буквально через несколько секунд. И поговорим о дизайне этого легендарного автомобиля. Любой автомобиль сначала воспринимается по дизайну. Нравится он вам или нет. Нравится ли интерьер, нравится ли экстерьер. А уж потом его технические характеристики. Поэтому дизайн очень важен при выборе машины. Наш гость в студии Владимир Никитич Назаков. Разработчик оперения кузова ГАЗ-24. И ведущий конструктор ГАЗ-14. То есть чайка. Последствия. Последствия. Спасибо, что пришли. Да. Итак, что вы можете сказать о дизайне ГАЗ-24? Вот вы сказали так, что очень важно для выбора автомобиля. И даже если нет выбора, вот когда мы задавали ГАЗ-24, выбора в общем-то не было. Это был единственный автомобиль в своем классе в России. И других автомобилей в России не купишь. Поэтому дизайн был важен и при отсутствии выбора. Чтобы был достойный, хороший автомобиль. Чтобы он нравился. Чтобы он доставлял просто удовлетворение. Чтобы не был автомобиль, которому можно было бы стесняться там или быть недовольным. Есть мнение, что Волга ГАЗ-24 напоминает американские автомобили середины 60-х. Вы с этим согласны? Ну, хорошо. И правильно, что она напоминает автомобили середины 60-х, а не более ранние модели. Потому что, когда мы приступали к этому автомобилю, это было еще до середины 60-х. И были ориентиры другие. И очень хорошо, что первые прототипы автомобилей, которые были сделаны в 1962 году, не увидели конвейера. Потому что это были автомобили не середины 60-х. И я могу так сказать, что даже по дизайну мы прошли как бы три стадии прототипов. Три стадии разработки дизайна. И очень хорошо, что они остановились ни на первой, ни на второй. А третью сделали такую, что она, эта стадия, третья стадия, третья концепция, она была совершенно, можно сказать, пригодна в течение многих, даже десятилетий впоследствии. То есть очень хорошо, что была возможность нам дождаться, не дождаться, а вот доработать эту третью стадию, чтобы автомобиль продолжал такую длительную историю, длительный период неустаревания. Вот я могу так конкретно сказать, что именно на третьей стадии сделали в автомобиле цилиндрические боковые стекла, крыша стала узенькой, сделали капот, не плоский такой, как был предыдущий вариант, вот типа «Москвича» 408-го, а сделали вот такой аптекайм. И сделали на фоне предыдущих вариантов, ушли от плоских поверхностей более смягченным овальным контуром. И вот «24-ка» была по-своему оригинальна, и не особенно повторяла, например, аналоги современные, что у нее были сравнительно плоские поверхности, но пересекались они, эти плоские поверхности, по кривым, плавным линиям, сочетание плоскости с кривыми поверхностей, с кривыми линиями. И в этом, ну я могу сказать, что не столько уникально, сколько вот была оптимальность вот этого решения. Наклоны стекол ветровых, боковых, задних, пропорции кузова такие сделались не экстравагантные, но они такие вроде бы усредненные, но пропорциональные. И это, с одной стороны, позволило автомобилю, когда она появилась, придать черты новизны, черты такого строгого стиля при отсутствии каких-то хромированных украшений. Она, в общем-то, лаконичная по дизайну. И в то же время, достаточно она такая строгая и четкие такие поверхности линии. И я могу так сказать, центральная часть кузова привела такие законичные формы, что от нее фактически не отказались никогда до самого окончания модели, через несколько десятков лет. Владимир Никитич, вы так говорите об этом, как будто бы это было вот вчера, как будто бы вы только встали из-за Батмана, и это действительно так отложилось у вас? Это действительно так отложилось, тем более, что вот только что я участвовал в создании книги про историю этой 24-ки, которую я застал с чистого листа. И вот книга «Новая Волга-24», которую мы на этой выставке начали сейчас реализовывать, она вся посвящена созданию этого автомобиля. Там показаны все этапы, прототипы, макеты внешнего вида, рисунки и подготовительные информации о подготовке производства. Поэтому это и только что свежий материал, который я вспоминал, в котором я участвовал. И самое главное, что это были мои молодые годы, это была первая крупная работа. И, конечно, разве я представлял, когда вот я рисовал на плазе, на кузовном чертеже, решетку радиатора, фары, вот это облицовки фар, крылья, капот. Я мог думать, что вот эти детали обсуждены, такая долгая. И, в общем-то, славная жизнь. Как приходили эти идеи? Может быть, что-то во сне было? Как эти муки происходили? Я могу так сказать. Или была какая-то стратегия, генеральное направление? Все было и генеральное направление, и муки. Но я просто очень хорошо помню и разделяю проблемы дизайнеров. Я-то как конструктор работал, то есть я делал чертежи по форме, которая разрабатывала дизайнеры. Так вот дизайнеры вот эту форму родили в какую-то, рождали в каких-то мух. Они как-то на каком-то этапе уперлись. Но чувствуется, что у них замылилась эта форма. И они что сделали? Перед самым техсоветом буквально на неделю-две заберлись и с нуля построили вот этот образец, который в январе 1964 года утвердили как основа для производства. Были другие варианты, были конкурирующие варианты. Но вот мы были очень довольны тогда, очень сильно за этот вариант мы боролись, чтобы этот вариант прошел, а не другой, который был похож на 408-м москвича, например. Владимир Верникеевич, вот оберение кузова. Да. Подробнее расскажите, что вот такого было? Оберение кузова – это самый главный для меня узел кузова. Почему? Это сочетание. Ну что такое оберение? Это передние крылья, капот, облицовка радиатора, бамперы и начинка. Это лонжероны, это брызговики, это рамка радиатора. То есть я, как разработчик оперения, контактировал с дизайнерами, это же внешний вид, контактировал с конструкторами других отделов, двигателисты, двигатель-то там, подвесочники, радиатор, рулевое управление, тормоза, все размещалось, электрообородование под капотом, все там, то есть все, что стоит под капотом, на кузове крепилось, вот с моим участием. Поэтому я разрабатывал оперение, настолько вошел в круг всех автомобильных проблем, что когда, закончив 24-ку, наш завод приступил к разработке «Чайки», там оказалось вакантное место ведущего конструктора. Меня даже не спрашивают, прямо назначили ведущим конструктором по «Чайке», потому что я всю структуру автомобиля вокруг своего оперения, кузова, я уже держал в руках. Какие были самые сложные моменты в дизайне? В дизайне сложные моменты. Что-то, может быть, не сходилось, не получалось, или противоречило друг другу. Все же гладко не бывает. Я могу так сказать, они были сложные или противоречивые, но мне больше хочется сказать о решении этих проблем. Вот у меня 24-ка, вот все говорят, вот это, смотрите, это «Форд», это «Опель», «Опель», вот, да мы прежде всего делали из 21-й. И вот если посмотреть, главную линию архитектуры, это которая идет вот посередине двери, по боковине, это же 21-й была линия. Но только чуть ниже. Ну, над крылом, почему? Над крылом примерно такое же место. Вот эта складка, она же была как бы основой, а вот уже архитектура выше-ниже, перекликалась там, чтобы была традиция и тоже была новизна. Да, облицовка радиатора. Последняя, 21-я была, имела такой, так называемый, китовый уз, вот эти жабры, да. Мы тоже повторили в 24-ке, чтобы была узнаваемая марка. Ну, потому что лицо машины – это самое главное, первое, что бросается в глаза. И, во-вторых, уйдя от него целиком, все-таки какую-то приместную сохранить. Хотя по сравнению с 21-й, «Волга», 24-ка, она очень, особенно по первым парам, отличала. Изменения эти были на виду. Она была шире в салон, была ниже, но просторная очень. И при том же дорожном просвете она внешне была гораздо ниже. Причем мы ее увидели, немножко удлинили, сделали более низкую посадку, и поэтому в Тимирстан более устойчив, и расширили калию. Но в связи с этим были проблемы, я знаю, с посадкой пассажиров. Приходилось решать эту проблему, поскольку ниже была. Эта проблема была решена даже очень неплохо, потому что мы сделали боковые стекла, гнутые. Это расширило внутреннее пространство при той же, говорит, и ширине. Гнутые стекла при опускании требуют меньше толщины двери. Дверь стали более тонкой. Понимаешь, в плечах и на сиденье, на уровне подушек сиденья. Расширили сирену, салон стал просторней. И сзади расширили, а не спереди стало свободнее? Да. И еще сделали, за счет увеличения на 100 мм колесной базы, мы увеличили пространство между сиденьями. И при более низкой посадке стало достаточно места. Ну и еще, взять, например, багажник. Он стал низкий, но вместимость сохранилась, потому что колеса, которые в 21-й занимали большой объем, и стенки сгораживали. Вместо этих стенок внутри багажника сделали сферу. И сферические формы брызуки занимают очень мало места. И ширина багажника от крыла до крыла расширилась для объема багажа. То есть в этом автомобиле все очень было подчинено рациональности. Ну и конструктивно тоже многие. Мы сохранили длинноходовую подвеску, но для повышения плавности входа и устойчивости рычаги сделали очень широкими. Поэтому при больших ходах подвески кальяне машин не менялось. Это улучшило управляемость автомобиля. Так вот замечания и по 21-й-й-то мы не имели. Но в сравнении, когда уже водители, потребители к 24-ке привыкли, на ее фоне 21-й стало смотреть с каким-то грузовиком. Она узкая, высокая, более жесткая, надутая, такая какая-то, вздымленная. Вздыбленная, да, такая. Это легковая автомобиль. Да, да, легковая автомобиль. И еще что в 24-ке, я могу так сказать, с самого начала. Она создавалась как очень прочный, надежный, долговечный автомобиль. В таксопарке это половина тиража автомобиля тогда. И в такси, конечно, эти 21-й и 24-й были незаменимы. Поэтому мы вот у таксистов, как у подобителей, как бы четверо подтверждение надежности, прочности автомобиля. Вот один из примеров. 24-я подвеска. Это вообще-то на, так сказать, мировому уровню уникальный. Самый большой ход. Большой ход. Настолько комфортно, что многим этот комфорт даже мешал. Ну, мешал. Многих людей просто укачивало. Назовите. Так плавно было. Плавно сочеталась с энергоемкостью. На каком еще автомобиле можно через трамвайные переезды переезжать, даже не тормозя. Колеса подпрыгнули, поскосили. Замечали, как на иномарках сейчас ездят. Гречит какая-то неровность, даже переезд. Если ты едешь на Волге, ты даже его не заметил. Это очень приятно и пассажирам, и шоферу, и если там номенклатурный работник, он должен быть в комфорте ехать. А если иномарка перейдет, даже в Мерседес. Он тормозит почти до остановки, потому что у него просто в ходах подвески не хватит, и он просто пробьет. То есть Волга сочетала в себе, ну, может быть, трудно сочетаемую эстетику и вместимость, прочность и энергоемкость подвески, и плавность ухода. Ну, конечно, это все было хорошо по параметрам 70-х годов, 80-х годов, 90-х годов. Вот уже тот, чем Волга славилась, тем, за что ее ценили, и что она неприхотливая, просто не боится плохих дорог, что можно вручную ценить, идти, чинить. Уже в 21 веке эти преимущества не стали подавляющими, потому что дороги стали лучше, скорости стали больше. Водители сами уже, даже водители, и то уже в автосервы стали обращаться, и говоря, у покупателей. Поэтому в условиях, конечно, современного движения, ну, Волга потеряла вот эти свои плюсы. Они просто не стали так цениться, как скорость, как безопасность, как динамика, как максимальный режим. Спустя вот все эти годы, накопив опыт, Ваш багаж, Вы хотели бы что-то изменить в дизайне Волги? Или вот она получилась вот таким цельномонолитным блоком, из которого нельзя ничего вычленить? Ну, я так отвечу. Не только стремились, все делали это, и все последующие модернизации Волги. 3102 Волга, 31029, 3110, 31105. Это были, ну, нормальные, хорошие примеры улучшения модернизации. Но когда мы через все уже это, ну, прошли, ну, можно сказать, уже исчерпали эти возможности модернизации. Вот сейчас, вот и написав эту книгу, я оглядываюсь, что вообще-то вот то, что было создано как оригинально, оно сейчас, ну, составляет как-то особенную первоначальную ценность, оригинальную ценность. И вот та Волга 24, которая была сделана в оригинале, не случайно мы ее на выставке показывали. Она, в общем-то, вот для своего времени, для сейчас, она все-таки имеет неприходящую ценность. Она не только нам, она многим нравится, и владельцы не случайно сюда приходят, потому что книга расступает, у меня такая и есть, я хочу к ней еще книга. Друзья, у нас в гостях был Владимир Никитич Носоков, разработчик оперения кузова Волги, человек, которому мы должны быть благодарны за то, как выглядело и выглядит Волга ГАЗ-24 сейчас. Не переключайтесь, увидимся через несколько секунд. Друзья мои, не будет будущего, если забыть о прошлом. А прошлое помогает нам сохранять музеи. Очередной гость нашей студии Наталья Витальевна Коресникова, директор музея ГАЗ. Здравствуйте. Добрый день. Наталья Витальевна, расскажите историю создания музея. Вот, к сожалению, не был я, не доехал, не добрался, но... Ну, очень жаль, мы приглашаем. К нам очень просто попасть. Мы свободны и открыты для посетителей, и к нам очень просто попасть. И действительно, к нам народ ходит и очень любит нас. Музей находится в Нижнем Новгороде. Да, в Нижнем Новгороде, проспект Ленина, 95. Где-то 20 тысяч посетителей в год мы принимаем. А вообще нам 45 лет исполнилось в прошлом году. И музей был создан в 1965 году по инициативе ветеранов. То есть наши ветераны, как музей, кстати, трудовой славы тогда, ну, наши ветераны понимали, что производственный процесс тесно связан с традицией и не может существовать безнравственного, аспекта. Поэтому вот он был создан как музей трудовой славы. А потом в процессе время шло, и мы немножко сменили свой профиль. Мы такой историко-технический музей. И сейчас мы располагаемся в здании корпоративного университета. И наша площадь, в общем, довольно прилична. Где-то более 2000 квадратных метров, на которой располагается, ну, во-первых, коллекция газовских автомобилей. Ну, она не очень большая. Там 30 моделей. На наш взгляд, это самые лучшие известные модели нашей марки, которые, в общем, уважает наш потребитель. И на втором этаже такая историческая экспозиция, которая рассказывает о том, как мы создавались, как мы развивались, и что мы собой представляем сейчас. Вот. И мы считаем, в каждом посетителе видим вообще потенциального покупателя автомобиля нашей марки. популяризируем нашу историю, что, на наш взгляд, приносит лояльность покупателей газовских автомобилей. Наши гости, наши посетители совершенно абсолютно разного возраста. Это дети, начиная, причем-то, так сказать, от детсадовского возраста, кончая ветеранами, вип-персонами, гостями газа, гостями Нижнего Новгорода. Это, в общем, и женщины, и мужчины. Я считаю, что, в общем, абсолютно у нас нет ограничений, даже грудных детей принимаем на руках родителей. Ну, мы комплектовали свою коллекцию довольно долго, начиная где-то, музея не было, но вот где-то с середины 50-х годов, когда последняя победа сошла с конвейера, рабочие сами решили сохранить ее для музея. Не было еще ничего вообще. Никакой коллекции, никаких... И слава богу, что они так решили сделать. Да, они, так сказать, так решили, и она очень долгое время, эта победа последняя, стояла в цехе сборки легковых автомобилей, газа. А потом, когда мы появились, кстати, сначала мы были, располагались в помещении Дворца культуры автозавода, и у нас не было, не были представлены автомобили, наша продукция. Это была такая историческая экспозиция. С 1981-го мы переехали вот в то здание, в котором сейчас, и тут уже каждый может посмотреть и самый наш первый автомобиль, и практически последний. Вот скоро, недели через две, мы в нашей коллекции появится «Волга-Сайбер». У нее очень сложная и трудная судьба, и к ней можно по-разному относиться, но это все-таки наша история, и в коллекции она быть должна, эта модель. Вообще у газа непростая история. Ну, я не... Дело в том, что, по-моему, простых историй нет ни одной автомобильной фирмы, особенно нашей страны. Все очень сложно, но сейчас вот мы переживаем такое, я бы сказала, еще одно рождение, возрождение после кризисной ситуации, и мы живем, и надеемся, и у нас есть будущее. В наших запасниках где-то 40 тысяч различных единиц хранения совершенно разного характера. Это и фото, и негативы, и различные вещи, которые характеризуют нашу историю, чертежи, личные вещи наших конструкторов, технологов, каких-то новаторов, которые сыграли свою роль не только выдающуюся, не только в истории газа, но и в истории отечественного автомобильного строения. Наталья Витальевна, а вот не как журналист, директора музея, а просто как вот человек-человеков. У вас какая личная история с газом как связана? Вот ездили, владели, водили... Машины? Да. ГАЗ-24. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Я не вожу автомобиль, и вообще я, кстати сказать, когда закончила университет, не предполагала, что буду работать в автомобильном музее, но так случилось, и я не жалею, и даже очень этому рада. И все пришлось, так сказать, вкус к истории автомобиля, особенно, так сказать, нашего отечественного, пришел, так сказать, пришел ко мне вот со временем моей работы, с опытом моей работы, и мне очень нравится моя работа, она очень интересная, мы их действительно храним для наших потомков все, что связано с историей нашей модели, с людьми. Причем, на мой взгляд, автомобиль, конечно, это очень интересно, красиво, но история людей, которые их создавали, не менее интересная, и может быть интереснее даже, чем история создания модели. Поэтому мы никогда не откажемся, вот если на автомобильных корпоративных музеях западных фирм, там в основном экспозиции коллекционные автомобили, и очень небольшое количество экспозиционного пространства занимает рассказ о людях, то у нас это, в общем, серьезная экспозиция, и мы от этого никогда не откажемся. Я считаю, что это очень главное в нашей работе. Наталья Николаевна, такой вопрос. Как представлена в вашем музее модель именно ГАЗ-24? Ну, вообще, у нас целое семейство волжское в музее, начиная от 21-й Волги. Их у нас два члена семьи, самая первая модификация и самая последняя. И Волга-24 одна из последних с конвейера, причем мы специально просили ее собрать для музея, она собрана по нашему заказу. И вот я пришла работать в 1973-м, она была на конвейере, уже выпускалась, правда, совсем недолго, всего три года. И она для меня была, в общем, как-то обыденной вещью, без легенды. А теперь, значит, прошу в какое-то время, и у меня совершенно к ней другое отношение. Причем... Это вы говорите о 1973-м году? Да, да. У меня к ней сейчас совершенно другое отношение. У меня еще не было, поэтому для меня это уже легенда. Ну вот, прошло время, и, так сказать, время наслоилось на... и наше представление даже о 24-й Волге. И поэтому, когда пришел к нам в музей человек и сказал, что он влюблен в 24-ю Волгу и просил помочь в работе над книгой, ну, грех было, конечно, ему не помочь. И вот в процессе работы у меня даже как-то переменилось мнение к модели. Я как-то к ней стала более лояльно относиться. Она для меня стала тоже символом эпохи. Как, например, 21-й Волгу. 21-й Волгу, кстати, любят все. Я не знаю человека, который бы к ней отнесся как-то равнодушно и холодно. Ну, просто 21-я Волга это вот какое-то то время для меня лично. А 24-я какой-то новый отчет, новый рубеж. Совершенно время. И вроде бы время, в котором мы живем, и время, в котором я начала работать, и только сейчас, вот опять же, со временем, я поняла ее значение и совершенно стала по-другому к ней относиться. Вы упомянули книгу. Да. Книгу, которую написал Владимир Александр Лекайе. Да, Лекайе. К вам он пришел с какой идеей? Ну, вот пришел как большой любитель модели ГАЗ-24. И у него была идея написать книгу. Он попросил нас о помощи, и мы, по крайней мере, с использованием наших материалов, фондов, наших ветеранов, как у создателей автомобиля, архивных документов, помогали, в общем-то, оказали ему помощь в написании этой работы. Это был, наверное, год, да, год, наверное, работы над книгой. Достаточно быстро, я считаю. И, на мой взгляд, она получилась удачной. Это его отношение. Там есть его отношение к автомобилю, к прекрасным текстам. Он пытался разобраться, у Волги же 24-й очень сложная судьба. Вот. Он пытался разобраться в причинах этой сложной судьбы. Ну, там некий такой поэтический образ даже получился. Даже некий романтический, я бы сказала, образ. Вот. Он считает, что она очень красивая. Я тоже считаю, что она очень элегантная модель. И она очень долго просуществовала и дала идею для создания разных других своих модификаций и моделей. Вот. Потому что она была так проста, красивая, как бы вне времени, вне моды. Это ей дало возможность продержаться на конвейере довольно-таки долго. Поэтому я считаю, что книга удалась. Она очень в стиле времени. Вот там 70-е годы и не ошибешься. За счет ну, разных вещей, за счет дизайна, за счет фотографий, за счет текстов, за счет рисунков, которые сделал наш бывший в прошлом главный конструктор легковых автомобилей Владимир Никитич Носоков. Она как бы рукотворно получилась и живая, теплая книга. Друзья, Александр Ликает, автор книги о Волге «Газ-24» будет наше студение чуть позже. А сейчас мы общаемся с Натальей Таллиной Колесниковой, директором музея Нижегородского музея вообще «Газа». Да. Скажите, а как реагируют посетители на именно «Газ-24»? То есть, можно ли сказать, что люди, которые приходят в музей, выделяют ее из всей вашей экспозиции? Я бы не сказала, потому что очень короткое время назад мы закончили ее выпускать, и если у «21» у всех такое с пиететом отношение... «Ретро». Да, «Ретро». То «24» это, в общем, наша современница почти что. И к ней как-то более прохладное отношение. Вот сейчас мы столкнулись на стенде, когда человек подошел и сказал, вот «21» это отлично, это интересно, а «24» это мы уже знаем, мы видим еще ее иногда, кое-какие ее модификации можно встретить на улицах, и дизайн уже не тот, гораздо хуже. Ну, мы тут с ним стали полемизировать, и доказывать о том, что вообще у «24» «Волги» много поклонников, есть клуб любителей, в каждом городе почти клуб любителей именно «24» «Волги», и люди не холят ее или леют, держат у себя в коллекции, и не мыслят себе жизнью без «24» «Волги», и просто фанаты «24». Ну, разные посетители у нас бывают и по-разному относятся к машине. Вот вы сказали, что кому там не нравится «Газ-24», но кому-то нравится, кто держит в коллекции, но я повторюсь в эфире, что у меня есть несколько знакомых, которые не просто у них в коллекции, они продолжают ездить и эксплуатировать эту машину, и ни на что не хотят ее менять. Действительно, конечно, не расстанутся никогда, потому что она прочная и вынослива, она пройдет там, где не пройдет, может быть, какая-то сегодняшняя современная иномарка. Она труженица, я как-то вела экскурсию и, может быть, проявила некий скептицизм в рассказе о 24-й, и мой посетитель, гость, которому я рассказывала, был крайне возмущен и сказал, что он всю жизнь у его отца была Волга, и у него была Волга, и он перевозил на ней такие грузы, кирпичи, строительный материал и ничего, и она выдерживала прекрасный автомобиль. Так что она живет и живет даже как легенда сейчас, и она, конечно же, олицетворяет свое время, это уже не хрущевская оттепель, которую олицетворяет 21-й Волга, это уже время Брежнева, это время уже какого-то даже застоя, но тем не менее этот автомобиль, который мы же выпускали, вот расцвет газа, мощность выпуска где-то в 80-е годы была 400 тысяч автомобилей в год, из них 75 тысяч легковых, остальные грузовые автомобили, и причем большая часть наших автомобилей шло работать в такси, вообще нельзя себе представить, Москвы 80-х, 80-х, Волги такси, конечно, вот, и остальная часть в продажу, и народ жаждал, хотел, но не мог получить, но не мог купить. Либо такси, либо нужно быть начальником. Совершенно верно, да. Она такая, номенклатурный автомобиль, но люди покупали, покупали поддержанные, и к Волге вот в 80-е годы было отношение уважительное. Друзья, я приглашаю от имени Натальи Витальевны в музей, чтобы насладиться всей гаммой этой прекрасной марки, посмотреть, пощупать, может быть, если можно посидеть в ГАЗ-24. Напоминаем еще раз, что вышла не так давно книга о Волге ГАЗ-24, о которой, впрочем, мы поговорим чуть позже, не переключайтесь. У нас в гостях автор книги ГАЗ-24 Новая Волга Александр Никает. Спасибо, что субтитры у нас. Спасибо вам. Саш, писал раньше, в детстве сочинение, что откуда вдруг такое желание написать книгу? Ну, начнем с того, что это машина, это, наверное, для меня наиболее близко, так сказать, создание техники, которая только может быть. С самого детства я очень люблю, и хотя у меня сейчас есть много машин старых, коллекционных, Волгу я люблю больше всех. Именно 24-ку? Именно 24-ку. Конечно, 21-я машина великолепна, естественно, но 24-ка ближе. И я считаю, немного красивее, я просто больше люблю эпоху середины 60-х, конца 60-х. Это то, чему соответствует Волга стилистически, 24-ка. Поэтому я решил собрать такую глобальную книгу об этой модели. Книга, в общем, действительно глобальная даже по масштабу и по формату, и я уверен, что по содержанию. Да. Ну, одно дело любить машину, другое дело, совсем другое дело писать о ней книгу. Надо же воплощать свои страсти, да, то есть хочется рассказать о ней, хочется показать людям, что это не что-то банальное, да, что мы привыкли видеть на улицах, а действительно прекрасное произведение, которое одни и лучшие советские люди производили для других лучших советских людей в не самую плохую эпоху существования нашего государства. Ну, то есть для меня это некий манифест, мне хотелось сделать красивую книгу о машине, которую я люблю, хотелось начать с самого начала, то есть с 59-го года, когда ее начали проектировать, закончив «Чайку-13-ю», и закончив 80-м годом, когда Мишка улетел, и мы перешли в абсолютно другую историческую формацию. Машина, это, ей не повезло в том смысле, что ее образ несколько затаскан, то есть она на протяжении всех 80-х годов и даже 90-х продолжала производиться, будучи уже сильно устаревшим. и выйдя из времени неким образом. И поэтому она для многих считается банальностью, хотя это не так. Если в ней рассмотреть изначальное изящество, присущее в середине 60-х, которое закладывалось дизайнерами, конструкторами и так далее, то, мне кажется, настало время ее ценить просто сейчас. Но, не вдаваясь в подробности проблем книгоиздания, пока не вдаваясь, поговорим об этом чуть позже, написать текст, подобрать иллюстрации, это же титанический труд. С чего ты начал? Как это вот, с чего начал? Сел и написал первую страницу? Нет, я начал с того, что это началось в середине 90-х годов, когда я был увлечен статьями Вани Подерина, моего друга, автора книги про 21-ю Волгу, известной. мне понравилось, мне понравилось отношение человека к машине, которую он пишет, но там была не только «Волга», но и «13-я чайка», «Победа» и прочая машина, да, то есть мне понравилось то, как они традиционно поданы, это не сухие технические тексты, не такая, вы знаете, академичная, в советской манере сделанная работа, вроде работа Шугурова, Льва Михайловича. Это было очень эмоциональным и непосредственным. И с тех пор я начал увлекаться этим делом, Ваня сделал книгу, мы с ним сдружились, я в то время жил во Франции, он ко мне приезжал, мы делали различные репортажи. То есть эта идея пришла к тебе за пределами нашей Родины? Ну, да, просто потому, что я часть жизни жил там, во Франции. Так, может быть, это и было некая основа, что ты как бы созерцал это со стороны? Да, да, конечно, мне кажется, это необходимо для того, чтобы действительно понять, ценность вещи, да, то есть немножко от нее отдалеться. Если ты каждый раз видишь на улицах Волгу, то ну и Волга, и Волга. А там тебя Ситроены, Опели, еще что-то. Что тоже неплохо. Неплохо. Но Волга, да, Волга экзотична, хотя она импортировалась в Бельгию, неважно. Действительно, да, вы отодвигаетесь, это как, знаете, родители, когда вы с ними живете, то у вас проблемы и так далее, это несколько банально, а потом вы уезжаете жить к себе и начинаете по ним скучать и так далее. Я скажу громче. Известный афоризм большой видится на расстоянии. Стоило уехать, чтобы понять, что Волга это действительно... Да, да, ну это, конечно, не сразу произошло, да, там, пойдет. Ну и потом, значит, мы с вами как-то осенью четвертого года делали репортаж по мотивам фильма «Лелуша» 1966 года «Мужчина и женщина», ездили по стране, и он мне рассказывал о том, что он пишет книгу про 21-ю Волгу глобальную, да, и для этого он ездит в музей Горьковского завода в Горький, общается с Натальей Витальевной Колесниковой, которая была у нас тут, да, 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 которая является огромным, так сказать, источником для нас вдохновения, фотографий. И которая, кстати, настолько лестно отзывалась в твоей книге, что мне бы на этом месте было неудобно. Да, мне тоже очень приятно. Дело в том, что она мне очень сильно помогла в том плане, что мне хотелось докопаться до самых мелких деталей во время, ну, которые касаются создания этой машины, а это все-таки почти десятилетие, да, пока она стала готова. И она мне помогла в этом деле. То есть, да, вы правы, это не только написание текста, в первую очередь это идея, да, то есть нужно выстроить ритм книги. Мне изначально хотелось ее сделать больше альбомного формата, для того, чтобы показать машину, как она есть, как можно крупнее. И эта книга будет интересна и также мальчонкам, которые говорят, книга о чем? Да ни о чем, картинки красивые. Не важно, что там написал какой-то дяденька, главное, что картинки красивые, и даже полистать четыре года это интересно. Именно, именно. Я должен в первую очередь отметить огромный вклад, который внес в эту книгу Владимир Никитич Носаков, который был у вас в суде, также. Я попросил его нарисовать мне, он прекрасный рисовальщик. Все иллюстрации его книги. Все иллюстрации рукотворные его, изобразить все этапы поисковые работы на машины. То есть ясно, что это в первую очередь макеты пластилиновые, которые делались двумя конкурирующими группами стилистов, одна с Еремеевым, другая с Цоколенко, это известные советские дизайнеры, до того момента, как была утверждена окончательная форма, это произошло в январе 64-го года, и потом, то есть все эти макеты он мне нарисовал, вот они, то есть они не существовали, естественно, в цвете и не ездили по улицам, эта макета, но это его видение машины, которая могла бы получиться в начале 60-х из новой «Волги», то есть то, что должно было следовать за 21-й машиной. Значит, по разным причинам ничто из этого не увидело свет, и мы пришли к окончательной форме, известной нам, которая в 64-м году была утверждена, но разные ходовые образцы уже, которых было, ходовые образцы, что в металле машина почти в окончательной форме, но которая использовалась для испытаний и прочего. Они тоже первые, 18 штук, они каждый имели свои отличия от предыдущего и от следующего. И Владимир Никитич все это прекрасно помнит и с удовольствием согласился мне нарисовать для книги все эти этапы. Мне кажется, что это важно для того, чтобы понять, как двигалась мысль дизайнеров, в каком направлении, и, в конце концов, чтобы показать, что они пришли к оптимальному результату. В том плане, что получившаяся машина, она красивая, гармоничная, и им повезло в том, что она оказалась несколько вне времени, то есть она не несет на себе там отметины какой-то очень явный какого-то периода в эстетике, потому что она вписывается в любое, в любой пейзаж, в любой город и так далее. Пытался ли ты в этой книге некий отвлеченный взгляд, или все-таки ты хотел показать свое отношение? Я хотел, естественно, показать свое отношение к машине, потому что мне кажется, что говорить нужно эмоционально о том, что тебе действительно нравится. Иначе тебе не поверят. Иначе не поверят, и просто по-другому невозможно, мне кажется. Ну, это же не сухие там отчеты какие-то, да? Хочешь написать так, как вот сам это чувствуешь. И во второй очереди мне хотелось поместить машину в какой-то исторический контекст, исторически-культурный. Поэтому в книге вы найдете какие-то такие вкладки, касающиеся кинематографа того времени. Мы попытались, так сказать, воссоздать афиши фильмов тех лет, ну, в которых участвовала Волга. То есть в том стиле их сделал. У нас есть целые развороты подобные. А тогда практически во всех фильмах участвовала Волга, ибо других машин почти не было. Именно, именно. Ну, конечно, «24-ки» не достались такие судьбоносные роли в кино, как «21-е машине», там, если говорить о трех тополях на плющике или «Илистском дожде», о каких-нибудь таких фильмах. Но «24-ку» тоже, она хорошо вписалась в начало 70-х. Там, роли более проездные, но все равно машину помнят по ним. Как там, например, в «Джентльменов удачи» или еще что-то такое. Это более комичное, но не так романтично, но все равно. Но это просто поменялось эпоху. «60-е» — это одно, «70-е» — это совсем другое. Вот. Кроме того, значит, это некий культурный контекст. Потом мне хотелось, так сказать, поместить это все и в исторический контекст. Поэтому хронологически основное повествование идет о «Машине», но иногда появляются вот такие развороты, где год, то есть мы идем по порядку 59-80-му. Некая привязка историческая. Да, привязка историческая, чтобы просто поместить читателя в контекст, что происходило в мире. Чтобы понимали, в какое время жила эта волна. Жила в Волге и создавалась. И очень важно, конечно, было рассказать о людях, которые ее делали, потому что машина — это, в первую очередь, естественно, продукт интеллекта, да, и стараний, крайне достойных людей. И мне захотелось уделить этому большое количество места, поэтому я собрал главных личностей, ну, из кратких биографий главных личностей, которые участвовали в создании машины. вот. Некоторые из них еще, слава богу, живы, например, Борис Акимович Дегтяр, талантливейший человек, прошедший рядовым всю войну и потом работавший на трансмиссии и коробками передач задними мостами, который мне очень помог тоже своими консультациями и рассказами о том, как это все происходило. Ну, то есть люди, история, культура и машины вот внутри этой конвей, этой рамки. Мне кажется, что так нужно писать о машинах. Я надеюсь, что все такие эмблематичные, достойные советские машины найдут себе такие издания в том плане, что они станут сюжетами для новых книг. У нас в планах, я немножко сотрудничаю с вами по дереву творчески, и мы бы хотели создать книгу большую о больших машинах «12 зим», «13-й и «14-й чайки». Ну, в общем-то, идея в том, чтобы формировать некую культурную атмосферу, где бы ценилось то, что делалось в нашей стране в середине прошлого века. То, чем можно гордиться. То, чем можно гордиться. А мне кажется, этим можно гордиться. И, собственно говоря, привлекать к этому социуму все большее количество народу, ценителей. Для этого мы планируем в конце мая с Ваней тоже в Нижегородской области собрать 50 исторических горьковских машин от «Газа» в 1932-й год до «14-й чайки», то есть середины 70-х. Где бы это было не статичным мероприятием, выставкой, а где бы владельцы, все друг друга знают в этом социуме коллекционеров, могли бы кататься на них. Мы устраиваем какие-то квазиспортивные заезды, там, регулярность, карусельные гонки и прочее, чтобы это жило. Понимаете, у нас, к сожалению, нет этой традиции. Как в Англии, например, хотя ее не всегда можно брать примером, во Франции. Для того, чтобы люди социализировались на этой почве, потому что это все-таки рождает в каждом какие-то добрые чувства. Не только чисто ностальгические, что там у папы была такая машина или у дедушки, а именно гордость за свою страну, за то, что вера в то, что наши люди могли это делать. И это было ничуть не хуже иностранных аналогов, потому что иностранные аналоги создавались в гораздо более тепличных условиях, чем наши машины. Ведь нашим людям, конструкторам, они сделали Волгу такой, как она есть, не потому, что они не могли сделать что-то более технологичное или более сложное, а потому, что они были вынуждены ориентироваться на те условия эксплуатации и условия вообще социальные и все остальные, да, дорожные, которые в нашей стране в то время были. Понятно, что это какая-то конъюнктура, которую невозможно было перешибить какими-то сложными машинами. То есть мы не в Америке для того, чтобы делать такие вот вычурные машины, как мы видим иногда в 50-е, 60-е годы американские машины. Волга, она именно на своем месте, потому что она приспособлена к нашим условиям жестким. Ее могут обслуживать наши люди в отсутствии нормальных гаражных условий, да, но при этом она максимально элегантна, красива и мощна, быстрая для того, для чего она создавалась. То есть именно поэтому нельзя говорить, что наша машина хуже чужих. Это не так. Вот просто хотелось бы, чтобы люди через какие-то красивые издания, которые мы пытаемся делать, да, понимали ценность вот этого момента, который, к сожалению, упущен. Не знаю, на которое время, но не знаю, насколько долго мы еще не увидим хороших русских машин, увидим ли вообще. Александр, с удовольствием послушал рассказ о книге, о Волге, с удовольствием пообщался действительно с увлеченным человеком, с позитивным, увлеченным человеком. С удовольствием услышал, что в планах есть выход еще каких-то книг и написания. Желаю всяческих творческих успехов. Чтобы муза не покидала. Нет, она навсегда с нами. Друзья, у нас в гостях был автор книги 24 новая Волга Александр Ликае. Спасибо. Спасибо вам. Весь эфир был посвящен легендарной машине Волга ГАЗ-24. Эта машина заслуживает того, чтобы о ней говорили еще долгие годы. Друзья, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok